Привет! Я Виталий Макрушин, и я расскажу вам правила настольной игры «Хранитель». Это приложение к игре «Сокровища Ра». Задача игры — убежать от Хранителя и собрать максимум сокровищ. Сделаем игровое поле. Каждый игрок выбирает цвет персонажа по душе и 14 карт своего цвета. Карты перемешиваются и располагаются стопкой поблизости к игроку. Колоду карт Хранителя формируем в зависимости от количества игроков. Карты отбираем для Хранителя в соответствии с цветом карт участников игры. Для двух игроков — 10 карт, для трех — 15 и так далее. Фишки игроков устанавливаем на поле с лестницей. Фишку Хранителя — на поле Хранитель. В центре — 4 жетона с алмазами. Нам предстоит разыграть по одному в каждом туре. Сперва зеленый, потом синий, красный и желтый. Первый жетон замешиваем с жетонными артефактами. Итак, начнем игру. Кубик используем в начале игры для первого хода Хранителя. За Хранителя ходит любой из игроков. Игроки берут из своей колоды три верхних карты, и каждый кон добирают по одной, чтобы на руках всегда был выбор из трех карт. Одну из карт игроки открыто выкладывают в центр стола. После этого свою карту выкладывает Хранитель. Если цвета карты Хранителя игрока совпали, то кладем их рядом и ждем, пока остальные игроки сделают свои ходы, соответствующие баллам на картах. Пять, один и два. А вот красный игрок сравнивает свою карту с картой Хранителя. Если баллы совпадают, то Хранитель и игрок остаются на своих местах, то есть пропускают свой ход. Если баллов на карте Хранителя больше, то баллы на обеих картах складываются, и это количество ходов для Хранителя. Три, четыре, пять, шесть, семь. Игрок не двигается. Если баллов у Хранителя меньше, то Хранитель стоит на месте, а игрок передвигается по полю, высчитав разницу. Пять минус четыре равняется одному. На полях с изображением Жука-Скарабея игрок берет один жетон-артефакт. Если в дальнейшем игрок пропускает на этом поле ход, то он берет еще один жетон. Игроки могут стоять на одном поле. А на поле с Хранителем находиться не могут. Занимают поле позади него. Помните, вам надо убежать от Хранителя. Если Хранитель остановился на поле с фишкой игрока, то игроку придется вернуть в банк все собранные жетоны-артефакты. Если кто-либо из игроков достиг поля «Экзит», то он выходит из пирамиды. А если этого поля достигает Хранитель, то и все оставшиеся в пирамиде игроки сдают свои артефакты, и тур заканчивается. После выхода из пирамиды игроки переворачивают жетоны и подсчитывают баллы. Зеленый алмаз приносит пять баллов и удваивает баллы одного из артефактов. Синий — семь баллов и удваивает баллы двух артефактов. Игрок удваивает артефакты, какие захочет. Ну, конечно же, те, что побольше. Подробности подсчета описаны в правилах. А внимание! Если алмаз в первом туре не разыгран, то он остается в банке, и к нему добавляется алмаз второго тура. Подсчитали очки в туре. Перемешиваете артефакты и карты, играете следующий тур. Победитель определяется по результатам четырех туров. Желаю спастись от хранителя и найти больше сокровищ. Удачи!